Его не пугают бездорожье, препятствия и непроходимый лес. Для металлурга из Полевского Александра Громова это драйв. Он ловит кураж на своем железном коне уже 30 лет. 7 лет назад стал заниматься в дисциплине эндуро. В эндуро именно нравится, что при одолении себя, доедешь ты до финиша или нет, потому что гонки очень длинные, по 4-6 часов. Когда все-таки доезжаешь до финиша, а если еще какие-то призовые места попадаешь, и настроение улучшается, и вся тяжесть от пройденного гонки просто улетучивается на раз. Выступление в дисциплине эндуро требует особой подготовки. Александр Громов среди друзей просто гром. Времени не теряет, навыки и упражнения отрабатывает на уральских горах в лесу. Баланс, медленная езда и переезд препятствий. Одним из важных элементов эндуро является тики-таки. Это так называемая переставка на мотоцикле в ограниченном пространстве, где важен контроль сцепления и баланс. Он выглядит вот так. Регулярно участвует в соревнованиях. Недавно получил медаль финишора, преодолев сложный трек на горе Белой в дисциплине хард эндуро. Участие в гонках приняли сотни спортсменов из регионов Уральского федерального округа. Росыпи камней. Это выглядит очень круто. Я даже как-то сам думал, что может я и не доеду даже. Но попробовал, доехал. И виды просто с высоты горы прям обалденные. Сам Александр уже 17 лет работает на Северском трубном заводе в электростолеплавильном цехе. Периодически заезжаю к Северской Цапле посмотреть на родной завод, на музей. Здесь очень красивые виды. Не так давно Александр задумался о передаче спортивного опыта подрастающему поколению. Он мечтает открыть в Полевском свою школу, где готов обучать детей езде в дисциплине эндуро. Валерия Белякова, Александр Полищук, Дмитрий Жданов. Новости 11 канала.